Я бы хотел продолжить прошлогоднюю тему. Год тому назад я начал рассказывать о том, как устроены электронные словари. То есть у меня есть свой интерес к санскритской лексикографии. На самом деле то, о чём я буду рассказывать сегодня, то есть параллельный санскритско-русский корпус, он, конечно, связан и с словарями. То есть у меня есть некоторая мечта, и эта мечта называется словарь санскритско-русский, русско-санскритский, составленный на основе не просто корпуса, потому что корпусов у нас уже 20 лет некоторое количество имеется, а сделать то, чего нету нигде, сделать параллельный корпус. Для того, чтобы напомнить вам о том, о чём я говорил в прошлый раз, и основную идею того доклада, я попытаюсь продемонстрировать свой экран. Последние 7 лет, пожалуй, просыпаясь утром, первое, что я проверяю, — это нет ли каких-то обновлений, связанных с словарями, потому что словари сами себя не делают, их делают люди. И вот один такой человек, собственно, отставной профессор математики в Пенсивании, занимается всей санскритской лексикографией. То есть в мире можно пересчитать по пальцам одной руки людей, которые работают в области санскритской лексикографии. И один из таких как раз подвижников — это Джим Фандербург. Так вот, я обращаю ваше внимание, что уже три года на главной странице Кёльнского раздела, Кёльнского университета, посвящённый санскритским словарям, появилась такая функция, которая ещё год назад так не называлась, но обращаю ваше внимание, что в шапке в левом верхнем углу есть такая функция Simple Search, которая многократно облегчает наши страдания, мучения, набирая какие-то слова. Но для этого нужно поменять input не на с SLP1, а на режим Simple. И мы можем проверить, например, на примере словаря Грассман, то есть санскритско-немецкого на основе регведы, как он работает. То есть алгоритм знает, что иногда корень кар записывается как кр, но если раньше вам нужно было знать, в каком словаре как какое слово ищется, то теперь компьютер вам предлагает варианты. И, соответственно, вы уже руководствуясь своими соображениями должны их выбирать. Так вот, это как раз пример такого словаря, который уже не просто копия бумажного словаря, а он связан с корпусом. То есть у нас с 2013 года доступно регведа на санскрите, на Деванагаре и транслитерации, в русском переводе Татьяна Яковлевна, и на английском и немецком. То есть все 10 мандал доступны уже 7 лет в интернете. И в этом ничего уже особенного нет. Так вот, относительно недавно этот словарь, словарь Грассмана на Кёльнском университете был связан с этим моим корпусом, и поэтому теперь, если вы нажимаете по контекстуальным, скажем так, отсылкам, открывается, то есть вы можете проверить, как тот немецкий перевод, который переводит Грассман, как его, в частности, перевела Татьяна Яковлевна. То есть это, конечно, упрощает работу с текстом. Но на сегодняшний день это проделано только с регведой. Значит, я надеюсь, что я доживу до того дня, когда заработает и адхарва веда. Но на самом деле план ещё более амбициозный, и я бы хотел увидеть тот день, когда у нас в параллельном корпусе будет, помимо регведы и адхарва веды, Махабхарата и Рамайана. Но об этом как раз я и, собственно, расскажу. Итак, получается, посыл моего прошлого доклада. Если вы запомните хотя бы эту одну вещь, этого достаточно. Есть упрощённый способ поиска слов, и я советую вам его использовать. И в случае Грассмана он уже связан с корпусом. То есть словари, они существуют уже не отдельно. Сводный список санскритских слов на основе всех словарей на Кёльне — это порядка 380 тысяч слов. 380 тысяч слов. Вот. И этот список на самом деле недооценён, и мало кто о нём знает. И, собственно, мне бы хотелось, чтобы вы знали о некоторых вещах, которые происходят в мире, и о которых я считаю важно вам сегодня рассказать. Итак, в случае Грассмана вы видели, как это выглядит. Я вам показываю... Это был frontend, то есть то, как это видят пользователи. А теперь я вам показываю backend. То есть здесь видно, что, как я уже сказал, словари сами себя не делают. И даже словарь Монни Вильямс, изданный в 1899 году, он для нас существует в виде файла. Я сомневаюсь, что кто-либо из вас сейчас открывает бумажную книгу. Но в файле есть целый ряд проблем. В этом файле 286 тысяч слов. И человек, соответственно, не может проконтролировать всё, что там есть. То есть, казалось бы, всего 14 мегабайт. То есть в нашей голове не хватает 14 мегабайт, чтобы стать хорошим лексикографом. И тем не менее, их у нас не хватает. И нам приходится использовать разные способы автоматизации. То есть как бы мой сегодняшний доклад, собственно, о том, как можно совместить человеческий труд и человеческое внимание. То есть есть вещи, которые автоматика никогда не решит. А есть вещи, которые можно автоматизировать. И вот в объединении двух этих вещей лежит, я считаю, будущее. То есть с одной стороны краудсорсинг, то есть люди говорят, я хочу, чтобы Махабхарата была снова доступна, чтобы помимо бумажных томов в литературных памятниках были вычищенные файлы. И они говорят, у меня вечером есть час свободного времени. И каждый день они читают какой-то кусок Махабхараты. Это человеческая часть труда. А есть возможность автоматизировать кое-какие вещи. И оказывается, что, например, ну вот в частности, для нужд Ярослава Владимировича была завершена работа над чисткой третьей книги Махабхараты. И оказалось, что даже в бумажном издании, которое я считал в какой-то мере безупречным, оказалось 60 опечаток именно в бумажном тексте, то есть не в электронном, в котором были десятки тысяч ошибок, а именно в бумажном. То есть, и для того, чтобы выявить эти вещи, в частности, и полезно иметь некоторые навыки программирования. Некоторые навыки программирования и знать о том, как работают регулярные выражения. Увы, я многократно сталкивался с тем, что в издательстве «Наука» и в подразделения «Восточная литература» нет специалистов, которые понимают то, о чём я вам сейчас рассказываю. То есть буквально в переиздании «Камасутры» в прошлом году в Москве я нахожу на каждой буквально странице какую-то опечатку, и опечатки эти досадные, простые, и их можно было бы поймать, даже не применяя человеческий труд. То есть проблема в том, что опечаток стало очень много и в бумажных книгах, и стало несносно много в электронных файлах. И я предлагаю методику, используя которую, можно побороть большую часть опечаток. И вот, собственно, о чём я хочу сегодня рассказать. Итак, параллельный санскритско-русский корпус. Это не первый корпус в мире. Первым корпусом был Clay Sanskrit Library Corpus. Но Clay Sanskrit Library Corpus никогда не был доступен ни для кого, кроме его разработчиков. То есть его основа была заложена в 2005 году. В 2007 году он должен был запуститься, но в 2016 году было очевидно, что уже всё пропало, потому что в 2013 году умер, собственно, основатель Clay Sanskrit Library, и, соответственно, прекратилось финансирование создания санскрита английского корпуса на основе всех тех книг, которые издавались в Clay Sanskrit Library. Это порядка 50 томов. И что этот пример нам показывает? То есть мы видим, собственно, что то, что делали они, это очень похоже на то, что сделали уже мы, и на самом деле мы пошли даже на шаг дальше. Если видно то, что вижу я на экране, то здесь не выделены имена собственные. А как вы, возможно, знаете, в частности, в Махабхарате их очень много. Каждое 25-е слово в русском переводе Махабхараты является санскритским заимствованием. При этом имен собственных порядка 9 тысяч. То есть большое количество. И чтобы легче ориентироваться, какое слово в русском переводе соответствует какому слову в санскритском оригинале, мы ввели подсветку. То есть то, что я вам показываю, это разработка Clay Sanskrit Library, которая никогда не стала публично доступной, но тем не менее сама идея была заложена 15 лет тому назад. И что я хочу сказать? Получается, что Clay, имея, казалось бы, изначально бесконечный финансовый ресурс, он был человеком весьма состоятельным, не смог довести задуманное до конца. И тут как раз я подхожу к одному из своих тезисов о том, что невозможно работать с санскритом или с каким-то многолетним проектом, возможно, тут даже уйдут десятилетия, если вокруг тебя нет единомышленников. То есть если это жиждится на том, что я тебе, ты мне, то вот вам пример. Даже один из состоятельных издателей в Америке не смог осуществить свой план. То есть, казалось бы, у него была и уже Ромайна наполовину переведена, уже Махабхара где-то на треть была переведена. Ему всего лишь надо было это выложить. Но он никогда это не сделал. И после его смерти получается, всё пришло в упадок. Всё пришло в упадок. И получается, деньги это не определяет качество корпуса. Я хочу сказать, что деньги не определяют качество корпуса. Итак, как я уже говорил, мой план — создать параллельный санскритско-русский корпус, который будет состоять в первую очередь из Ригведы, Адхарваведы, Махабхараты и Ромайаны. Для того, чтобы построить корпус, есть одна проблема. Незначительная проблема. Но, тем не менее, она есть. У нас нет полного русского перевода. И поэтому, на самом деле, я надеюсь, что путём оцифровки бумажных изданий и, возможно, даже в исправленном виде издание бумажных книг в серии «Литературные памятники» даст новый толчок, новый пинок в том, чтобы эта работа всё-таки была завершена. Может быть, через 20 лет, может быть, через 50, но была завершена. Поэтому, в частности, я планирую в обозримом времени найти финансирование и подать заявку в серию «Литературные памятники» на издание отдельных томов Махабхараты. И года через три, в частности, я надеюсь, что мы успеем подготовить пятый том Ромайаны. А в этом году, я надеюсь, что Сергей Дмитриевич порадует нас четвёртым томом Ромайаны, к которому, используя инструменты, которые, в частности, создала студентка четвёртого курса вышки Евгения Рубанова, что мы сможем создать справочный аппарат. То есть мы не только можем автоматизировать поиск опечаток, но мы можем создать полуавтоматическую систему создание разных указателей. То есть отныне это уже, это каторжный труд, но он частично, его можно переложить на компьютер. Итак, значит, в прошлом году я вам показывал кусок из корпуса от Харваведы. Собственно, корпус находится в том же состоянии, в котором он находился тогда, но, 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 но в этом году Анастасия Филатова из Краснодара нашла порядка 150 опечаток во второй и третьей книги от Харваведы в бумажных изданиях. То есть я надеюсь, что всё-таки у нас будет новое издание от Харваведы, и мы сможем исправить эти досадные опечатки. Но это она делала вручную. А теперь я вам покажу, что можно сделать, если мы начинаем это автоматизировать. Но сперва я опять же покажу опечатку, которую, собственно, поймала Ангелина, и которую ни один компьютерный алгоритм, ни один известный искусственный интеллект не определил бы. Итак, Лона Драупади. У нас в тексте Махабхаратри в разных местах совершенно легально встречается Лона. То есть это не исключительное какое-то единое вкрапление. То есть этих слов не то чтобы десятки, но есть. И поэтому первый абзац «Человек, омывшийся там в тиртке материнская Лона» совершенно законное предложение. Но если мы обратим внимание на второй пример «У тебя лодыжки невыпирающие, бедра соприкасаются, лона, ум и пуп», то тут есть некоторая нестыковочка в описании Драупади в четвертой книге. То есть как вы думаете какое слово здесь спряталось? То есть Лона это не то что было в бумажной книге. есть ли предположение что здесь могло быть? Какое слово компьютерный алгоритм ОЦР перепутал? здесь спрятано значит слово. Это вопрос к нам или это риторический? Это вопрос и риторический и к аудитории то есть в смысле иногда даже сходу невозможно догадаться. То есть бывают нетривиальные вещи и соответственно какой бы ни был алгоритм в частности тот который мы разработали человеческое внимание мы не сможем заменить никогда. И поэтому лона Драупади на самом деле не существует в этом тексте а есть слово Драупади. Приведу другой пример поле боя уже скажите пожалуйста часто ли вы видели ужасное поле боя вот из всех полей боя которые вы видели сколько из них были покрыты ужами вот и Ани Пахомовой тоже показалось что это странно среди всех полей именно выделять ужасное как-то необыкновенно опять же у нас в тексте полным-полно разных полей боя убитые в непробиваемых панцирях лежали на поле боя все здесь прекрасно но в другом месте видит Ганхари мудрое издали словно вблизи поле боя уже и храбрецов вызывает оно содрогание и страх неземной вот скажите пожалуйста и это уже не риторический вопрос ужи храбрецы это кто кто скрывается за ужами мужи это мужи мужи храбрецы это как-то еще понятно а вот храбрые ужи это уже фантастика и вот чтобы выявить эту фантастику нужен человеческий человеческая смекалка человеческая находчивость потому что в словре русского языка есть и то и другое слово и поэтому нет такого алгоритма пока который мог бы выявить такую нестыковку более того показываю пример отрывка дрова почитают когда вот все те выделенные жирным слова это нормальные с точки зрения скажем так русского языка нормальные слова и они бывают в текстах и тем не менее каждая из этих пяти выделенных слов на самом деле содержит себе ошибку то есть причиняем ни горе не тори а горе ни дрова а дрона не дочитают а почитают не напирая а попирая и не здание а знание и если это досадно видеть в корпусе скажем так ну подумаешь сайт то вы просто не представляете я думаю масштаб бедствия за последние 20-30 лет в книгах в частности издаваемых ну даже уважаемые мною издательство наука то есть вот таких вот зданий там ну не скажу сотни но увы десятки увы десятки и поэтому невозможно бесконечно переиздавать репринты есть время для репринтов есть время для ну хотя бы слегка обновленных изданий и я верю что это время несмотря на чуму которая охватила нас что это время настало настало время чистки электронного текста чтобы в дальнейшем с ними можно было поработать так вот чтобы глазами не тратить силы и время на то что можно выявить автоматически есть такая прекрасная вещь как регулярные выражения и собственно Ангелина насмотревшись на все те безобразия которые в частности встретились при читке третьей книги Махабхараты она написала две страницы вот таких выражений чего быть точно не может то есть если у нас в тексте встречается отдельно стоящее П то мы можем почти почти однозначно сказать что это И и перед нами скорее всего не армия ботов а армия богов не мох а мбх то есть сокращение от махабхараты и если посреди словов закралась заглавная буква то такого быть не может и вот собственно это все можно выявлять и нужно выявлять автоматически используя регулярные выражения и мне хотелось бы чтобы наши находки стали всеобщим достоянием чтобы мы вместе дополняли эти находки и тот мусор который живет ну в частности в интернете да интернет это помойка но в наших руках хотя бы некий участок этой помойки приубрать приубраться и навести порядок собственно вот страница из того что у нас было уже в прошлом году то есть уже год вот как у нас есть параллельный корпус для третьей книги Махабхараты но как выяснил как оказалось в русском тексте содержится ну сотни сотни и тысяч опечаток они сейчас исправлены если в третьей книге и остались опечатки то ну их я надеюсь можно перечитать по пальцам одной руки опять же ну или двух значит оказалось что опечатки есть и в санскритском тексте то есть тот то издание Бори пунское критическое издание которое путешествует по просторам интернета оно содержит ну пожалуй в каждой книге по несколько тысяч опечаток или расхождение с бумажным текстом и это тоже сейчас исправлено мы не только причесали русский текст но буквально на днях мы сверились с скажем так с разработками индийских ученых из университета Манипал и мы выявили ошибки в санскритском тексте что мы сделали в этом году мы добавили синтаксическую разметку то есть Евгения Рубанова вместе с Лидией вместе с Анатолием вместе с Ангелиной мы воевали этот год для того чтобы у нас был не просто санскритский текст голый и рядом с ним голый русский текст а чтобы был уровень разметки и чтобы в этой разметке по возможности не было бы ошибок то есть если мы делаем разметку по санскритскому тексту в котором содержится полторы тысячи опечаток соответственно это полторы тысячи false positive каких-то там решений то есть я надеюсь что в мае месяце мы получим первый прототип параллельного не просто корпуса а размеченного по падежам корпуса то есть если мы захотим найти все индры в косвенных падежах мы сможем это сделать одним нажатием клавиш если мы захотим найти все вхождения шивы под разными именами эпитетами мы сможем это сделать одним нажатием клавиш а значит но это как я уже сказал не было бы возможно если бы люди помимо как бы инициаторов этого движения если бы люди не читали Махабхарату и вот собственно на этом слайде я привел тех чья поддержка наиболее существенна на сегодняшний момент Людмила Мейер Виктория Малафеева Елена Ишматова Татьяна Истомина Юрий Штемплюк Андрей Денисов Лилия Нелепа Тарас Ткаченко Мария Раменская Даяна Батырова Алексей Кручков Ирина Кушина и Сергей Сокольников но как я уже сказал словари сами себя не делают и Махабхарата сама себя не читает и чтобы это все случилось я крайне и бесконечно благодарен Анатолию Григорьевичу Артеменко и Ангелине Дмитриевне Буреевой который терпит вот все то безобразие которое связано с организацием процесса который вот в частности последние два месяца назывался полуавтоматическая морфологическая разметка параллельного русско-санскритского корпуса и в чем собственно Евгений помогает Лидия Зайкова что я хочу сказать я надеюсь что мы перестанем эту мелкую грызню какие-то исторические обиды и что бы там ни было и просто сделаем вместе то что не смогли сделать за деньги в Америке и объединим наши усилия не пытаясь доказать кому бы то ни было что я круче я нужнее я могу что-то того чего можете но давайте объединимся и сделаем инструмент благодаря которому мы сможем быстро за считанные секунды не тратя ни дни ни часы ни годы выяснить все номера страниц бумажного издания где встречается Вишну и не только в Махабхарате и в Рамайане а допустим еще и в Пуранах то есть это только начало ничего подобного нету в мире нигде и я считаю что российская отечественная школа санскритологии имеет определенные преимущества мы умеем сплачиваться и пришло время отложить свои какие-то я говорю исторические какие-то я их называю обидами отложить их стороне и сделать что-то вместе чтобы показать что мы не на 20-30 лет якобы отстаем я не согласен с этим я считаю что мы можем показать образец по которому потом пойдут они а не сложить ручки и сказать что все плохо денег нет будем держаться держаться будем но давайте вместе я вас призываю если вам иногда кажется что меня слишком много это лишь только потому что вы молчите я вас прошу подайте голос протяните руку помощи я не хочу заполнять все и вся но мы живем в 21 веке а пользуемся методами 19 вам не надоело тратить время на вот это бездарное пролистывание бумажных книг в поисках справочной информации мне лично надоело собственно это и основной посыл моего доклада давайте я это говорил в прошлом году и я повторюсь давайте жить дружно и работать все таки вместе не показывая каждому его место как может быть нам кажется спасибо за внимание Марцис Юрьевич огромное спасибо очень такой вдохновляющий доклад очень верный правильной идеи если можно на правах модератора я просто кратко отмечу что относительно словаря я все таки буду защищать и печатную версию можно вспомнить Маршака усерднее с каждым днем гляжу в словарь и там посмотрите это замечательное стихотворение и оно мне кажется здесь и свое свое обаяние в работе с печатной версией но я думаю что уже настало время организовать международный санскрилатургический конгресс в Петербурге или в Москве раз есть Марцис Юрьевич со своей командой благодаря которой мы сейчас собственно и имеем эту конференцию потому что вся техническая за редким исключением помощь была оказана именно ими вот поэтому я горячо приветствую я за то что давайте все таки уже не скрываться не говорить что вот там в Великобритании вот у них там то в Америке то я вам показываю пример что деньги не решают ничего абсолютно ничего все что они сделали сделали все пропало а то что сделаем мы мы размножим так чтобы это было доступно всем у нас не будет никакой элитарности в этом Мартис Юрьевич я думаю что это очень интересная тема и здесь затронута и российская наука и российская эндология да в целом как бы это очень важно несмотря на то что как говорится мы не любим об этом говорить но об этом надо говорить если есть какие-то вопросы к Мартису Юрьевичу комментарии пожалуйста вот в виде комментария я бы хотела выразить огромную благодарность Мартису Юрьевичу не только за тот цвет просвещения скажем который он несет но за его невероятный заряд который несмотря на то что творится в мире он умудряется проносить в тех людей которые его окружают то есть этот человек который несмотря ни на что на ту ситуацию в которой сейчас мы живем он продолжает говорить что все будет хорошо первое второе что ничего не решают деньги и он это доказывает он умудряется делать дело и вести вперед такой тяжелый так скажем поезд как вот это по-моему это вообще не подъемная ноша то за что он взялся и он умудряется это делать и распространять этот заряд огромное вот спасибо за такое продвижение человеческих ценностей в современном очень тяжелом миле скажем вот так спасибо Маркс Юрьевич спасибо огромное я считаю что нравственные ценности они все-таки преобладают в смысле они должны преобладать и соответственно мы не должны сдаваться рано сдаваться когда можно будет сдаваться я скажу корпус это моя мечта мечта идиота и она несбыточная я скажу но пока я верю что если мы объединимся мы сделаем это лучше чем где бы то не было хотя бы просто потому что нам ничего за это не платят хотя бы поэтому шива санту шасанту шта саргадир хетуришвар шивоветанутам шевам самаста шивасан ниди шабда синдхум самагаттья бхася дья ирапи дургамам бхито хам крипайатр шахаттар нистар нистар яй ягодишвара шивасан то шасан тушта саргадир хетуришвара шивоветанутам шевам самаста шивасан ниди шабда синдхум самагаттья бхася дья ирапи дургамам бхито хам крипайатр атар нистар яй джагадишвара